Всем приветулечки, ребятулечки! Вы на канале Просто Play4U и сегодня с нами наши любимые Викингс Вар оф Кланс. И в этом видеоролике хочу рассказать на своем личном примере, как сделать 3 миллиарда золота. Так что, ребятулки, всем, кому интересно, представимся поудобнее, берем с собой чайочек, бутербродик, либо другие вкусняшки. Обязательно нажимаем лайкосик и полетели смотреть видосик! Музычко! Ну что, ребятулечки, золото это основная валюта в этой замечательной игрухе Викингс Вар оф Кланс. Золото можно попробовать выкопать в ресурсных локациях, точнее в специальных локах. Есть даже ивент у нас на копку золота, но там особо много не выкопаешь. А в этой игрухе, в нашей любимой, золотишко нужно ну немало, немало, будем честны, немало. И на стройку, и ускорить покупать, и на все остальное золото. Очень много нужно. Можно выполнять разные квесты, тащить битву кланов. Здесь у нас тоже есть награды. Золото, личных золота. То есть, выполнили, затащили битву кланов, получили и клановые 2 лямчика, и личные 2 лямчика. Итого 4 лямчика уже есть. Мелочь, а приятно. Праздникный блиц можно, можно и нужно закрывать. Здесь у нас ускорчики, обучение войск нужно закрывать, тоже получать золото. И так на протяжении месяца вы будете зарабатывать, ну скажем так, немного, ну и немало золота, но хоть на что-то вам будет хватать. Как же заработать 3 лярда? Идем в наши любимые ачивки. Как видите, у меня почти 2 лярда есть, и для того, чтобы перейти на 40-й домик, мне нужно 2 лярда потратить только на стройку. Как же быть дальше, на что играть дальше? Я сел и начал подсчитывать, какие есть у меня ачивочки, как сложно мне их сделать, смогу я, не смогу. И в итоге, просчитав все ачивки, которые я вот сейчас планирую активно делать, я смогу сделать где-то около 3 миллиардов золота. Начнем мы с самых таких простых. Вот мне осталось докачать, скажем так, вот у меня сейчас охота только начинается. Осталось убить 270 захватчиков или духом. Сейчас активно идет ивент на охоту на захватов, поэтому я думаю, эту ачивку я добью. Заработать за нее я смогу 49 с половиной. Ну грубо говоря, полтишочек, полтишочек золота за эту ачивку я заработаю. Сделать легко? Легко. Идем дальше. Дальше я планирую, сейчас у нас битва кланов, дальше идет Йотанхэм. На Йотанхэм планирую качать огромное количество войска. То есть взять 19-й, нужно больше воинов, и 20-й. За 19-й уровень дадут 440 миллионов золота. А на 20-й нужно обучить еще 24 лярда. Итого нужно обучить мне 40 лярда войска, а заработать я смогу 440 плюс 600 лярд 40 миллионов. Сложно? Сложновато. Но к этому мы сейчас дойдем. Но награда лярд золота. Идем дальше. Еще 400 лямчиков ждут меня, знаете где? Все правильно, в гладиаторе. Осталось убить сколько? 8 лямов. Меньше 8 миллионов мне осталось. Йотанхэм это сделать ну, легко. Скажем так, если я натреню 40 лярдов войска, неважно, Т1, Т2, Т3, Т4, возможно, ну, желательно, конечно, повыше тира, Т4, Т3, и тогда я смогу убить 8 лярдов и выполнить гладиатора заработаю еще плюс 400 лямчиков. Это все я планирую сделать вот буквально, вот буквально сейчас. Сейчас, в данный момент, сегодня даже на стримчике начну это все делать. Также у нас увеличили уровень, сейчас покажу вам, вот на подходе еще одна ачивка, Ярл всемогущий. Видите, тут я натреню еще не знаю сколько-то там миллионов Т7, у меня могущество будет уже полтора лярда, и тут у нас прячется 105 миллиончиков золота, 105 лямчиков тоже буквально, вот, возможно, даже сегодня подъедет, подъедет на аккаунт. Приятно? Приятно. Дальше, ребятки, планирую очень плотно заняться троллем. Как видите, у меня он был второй, уже 12-й, и вот, его можно докачать до 20-го. А тролли, как его делать, я рассказывал, я показывал, можно на осадах брать антититул на дефе, можно просто брать антититул вместе с кем-то, с клановцами делать. Кто-то вышел с клана и погнали друг друга лупить, выполнять троллика. Ну, отдельный видеоролик про тролля я снимал. Делать достаточно, ну, как, не совсем просто, но просто. Если есть твины, есть ускоры, можно на твинах натренить много войск, потом убить их всех об основу с антититулом, чтобы основа была. И все легко и просто делается. И вот, если я с 12-го до 20-го докачаю троллика, здесь у нас прячется 150-160, это у нас сколько? 150-160, 300, 400, 500, 600, 700, где-то под 800 миллионов золота. Под 800, 800 лямов золота в троллике лярт в нужно больше воинов. Уже почти 2 лярта войск, сорри, ребятки, золота прячется в этих двух ачивках. Да, много кто тренит войска сейчас под ивент на Т1 войска трените на твинах. Очень легко и просто. Трените Т1, закрываете ачивку, нужно больше воинам на твинах, зарабатываете золото, покупаете ускоро, обратно трените, а потом эти войска сливаете под основу, делаете троллика. Все очень круто и выгодно. Также, возможно, буду делать Кровавый ярл. Еще не точно, но все пишут, все говорят, что нужно до 10 уровня закрывать. Вот если я закрыть до 10 уровня, здесь у нас будет 80, 80, 130, 140, 200, 300, 450 золота. 450 лямчиков у нас прячется еще в Кровавом ярле, если сделать его до 10 уровня. В принципе, можно будет делать каждые 3 часа Кровавый ярл, тролль и потом перезагодить, потом еще раз делать. И ачивки будут просто обновляться каждые 3 часа. Так что тут у нас тоже, ребятки, ни много, ни мало, а почти 500 лямчиков прячется. Не забываем про коллекционера. Если все ачивки эти я сделаю, там больше 24, по-моему, как раз и получается. То коллекционер даст, ну, ни много, ни мало, но еще 49 лямчиков даст коллекционер. Ну, и еще планирую заняться планировщиком. Тут буквально хочу хотя бы 2 уровня еще поднять. Тут немного золота, тут всего лишь нам все, по-моему, сколько-то, 13 лямов, 13 или 15 лямов за 2 уровня даст мне. Ну, здесь здоровье всех войск получится на 11%, и еще плюс, не помню на сколько, но сейчас я активно, видите, строюсь, буду делать еще планировщик. Конечно, тролль, планировщик, слезы Фрей я буду делать потом, слезы Фрей оставлю на потом, уже буду делать, когда буду тратить золото. Коллекционер взяли, зема неодина, никто не знает как. Единство трех буду делать уже после йод, искусство войны, само придет. Возможно, еще на, если найду с кем поделать, возможно, сделаю еще тот самый барон. Но здесь нужно 220 и 650. Здесь сложно, здесь долго, но здесь еще 70 лямочков есть. В принципе, возможно, буду делать, возможно, не буду, не знаю, не подскажу. Возможно, получится сделать, пока буду тренить много войск, получится сделать еще полтора лярда, а сверху еще 3 лярда. Не знаю. Возможно, придет еще один уровень, я вам всемогущий. Я не уверен, конечно, но все может быть. Я его не считал. Я считал только вот этот один уровень. Младиатора закрываем, охоту закрываем, богатство, ну и в принципе все, ребятки. В принципе, про все ачивки рассказал. Вот если сделать все то, что я вам рассказал и показал, будет где-то около 3 миллиардов золота. 3 лярда золота. Как по мне, очень заманчиво. С тролликом понятно, с планировщиком тоже понятно, все в принципе легко и просто. Кровавый ярл тоже понятно, коллекционер сам придет, нужно больше воинов, тренимся. Тут самый барон и загоняем с долины асов. Гладиатор понятно, охота только начинается, понятно. Вот, ребятки, если позакрывать все эти ачивки, здесь прячется 3 лярда золота. И я надумал переходить на 40 домик. У меня в принципе 2 лярда есть. На постройке 40 домика 40 оракула и 40 мастерской мне хватает. Но я начал думать, что же делать дальше. И вот насчитал, ребятки, еще 3 лярда в ачивках. И 3 лярда, это всего будет около 5 лярдов золота у меня. Если я выполню все эти ачивки. Да, вы скажете, без доната, без ускоров, без ресурсов, все это сложно, сложно, сложно. Но были же подарки, ребята, были же подарки. Много кто из подписчиков набил себе вот тут мои предметы. И здесь были подарки. 5 уровня, 6 уровня. И огромное количество людей. Лично у меня есть подписки. Ребята, подписчики, если вы, ну, напишите, напишите, сколько ускоров вы набили, сколько ресурсов вы набили. Серебра, в том числе. Просто, вот для примера, чтобы, ну, новенькие люди на канале, просто новые, новые игроки увидели, что во время шторей подарки нужно бить. И вы сумели сделать огромное количество разных ускоров. Ну, ускоров, золотных, ускоров, ресурсов и всего остального. И уже с помощью этих ускоров и всего остального вы сможете, ресурсов сможете сделать эти ачивки. Начать делать хотя бы. Не обязательно сделать все ачивки и заработать 3 лярда. Можно сделать несколько и заработать 2 лярда золота. И уже потихоньку расти, Тратить на ускоры, наклепать войска В йоту закрыть лички, заработать еще больше Завтра у нас анонс йоты, посмотрим какие там будут награды Так что, ребятки, в принципе Все это сделать возможно и реально И почему мне нравится эта игра Потому что, допустим, даже если я задонатил Вот это количество там Купил ускоры, скажем так, вот у меня есть там ускоры Есть у меня ресурсы Ну ресурсы я буду брать с твиновых, я заморочился Прокачал два твина, а есть ускоры, есть ресурсы Я задонатил, но с помощью этого доната Я смогу закрыть эти ачивки и заработать Еще 3 лярда, то есть в 2 раза Больше, чем я задонатил Я смогу заработать игровым путем И у меня будет 5 лярдов, если я закрою йоту Будет 6 лярдов, я думаю, посмотрим По наградам, если я убью 86-го Паладина, я остановился, кстати, на 81-м То там еще лярд Это уже будет 7 лярдов, а 7 лярдов Мне настройку хватит с головой Даже на изучение тайны хватит Мне хватит закрыть тайные знания Первые 4 ступени на максимум Я думаю, и тогда уже могу Спокойно себе заняться прокачкой войска 8-го тира, все золото влить сюда Валькирии прокачать т8 Так что, ребятки, все возможно Все возможно, качайте твенол Сейчас, конечно, дракары поднялись Но ничего, ничего, все будет Со временем все будет Качайте твенол Сейчас у нас рунические монетки Почти в каждом сезоне Можно купить за лям Полтора ляма рунических Плары, красавчики, спасибо вам огромное Уже второй сезон подряд Дают возможность Просто на шару забрать Плюс 500к рунических Плюс 500к рунических монет А 500к рунических монет Это, грубо говоря, пол пакета с ресами А пол пакета, это Ну, пакет, это Триллион двести пятьдесят лордов ресов Круто? Круто! Покупайте на твена С твена скидывайте на основу Основой можете покупать ускоры Вот, на лямчик можно купить 10 Это 5к 15-дневных И нормально натренить войско Закрыть нужно больше воинов Заработать 400 лямчиков И обратно Это все влить в ваш аккаунт В развитие Так что, в принципе, ребятки Все возможно Все возможно Вот, видите, я сейчас тоже решил заморочиться Сейчас примерно прикидываю Просчитываю, сколько мне нужно будет всего Чтобы уже переходить, скажем так В топовую лигу В лигу Сороковых домиков Ну, есть ачивки Надо будет поднапрячься Есть легенькие Кровавый ярл просто распустить Тролль надо заняться твинами Накачать много войск Самому сесть покачать войска Кстати, сегодня на стримчике Этим и займусь Так что, ребятки Все возможно Все возможно Все реально Было бы, как говорится, желание Было бы желание Ну и время, конечно Без этого никуда Так что, всем, кому интересно Эта замечательная игруха Викингс и Баркландс Обязательно подпишитесь на канал Здесь для вас старается Ваш просто плейфую Прожимаем лайкосик И пишем комментарий Ну и увидимся Скоро увидимся Возможно Даже сегодня На стримчике Так что Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok